Ситуация вокруг многоэтажек в микрорайоне Радужной накаляется. Прошла неделя, как патрульная служба выезжала на место с представителями прокуратуры и государственной жилищной инспекции. Прежде всего проверяли работу лифтов, которые неделями не работали, но были запущены в день проверки в 29-м доме по улице Хромова и в 82-м по 2-й Красино. Сколько не работал лифт у вас? Около месяца. И как вы обходились? Когда пешком, когда в очереди стояли. Я уже застревал в этом уже, это вылазили мы так вот, убирались из него. Поэтому неудобство я чувствую уже тоже, да, хотя тут 3 дня на вторую сиденье. У вас пожилой человек, да? Да, ходили пешком на 16-й этаж. На сегодня, по данным прокуратуры, в этом районе не работает 115 лифтов в 31-м доме. Люди в бешенстве. На вечер 31 марта жителей домов собирают на общие собрания, куда должны подойти представители управляющей компании, территория комфорта, обслуживающая дома. Как нам стало известно о лифтовом кризисе в Радужном, известно не только в правоохранительных структурах, но и в органах власти. По нашим данным, на разрешение ситуации дано два дня. Сегодняшний включительно. О том, как прошло собрание и какие меры будут приняты, чтобы вызволить сотни людей из создавшейся ситуации, в следующем выпуске патрульной службы. Заволжский районный суд города Твери вынес приговор главе администрации Бурашевского сельского поселения Сергею Румянцеву. Чиновника судили по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Патрульная служба побывала в суде в день прений. Вот что сказал представитель гособвинения. Обвиняется Румянцев Сергей Александрович, глава Бурашевского сельского поселения. Обвиняется он в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 159 частью 3 Уголовного кодекса РФ, то есть в совершении мошенничества в крупном размере. Государственное обвинение будет просить суд признать его виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с пытательным сроком четыре года. По материалам дела, пользуясь служебным положением на посту главы администрации поселения, Румянцев приобрел в обход закона три участка земли по символической цене. Судя по материалам уголовного дела, Румянцев сфабриковал подложные документы, что позволило ему купить землю без аукциона, как того требует закон. По выводу следствия, своими действиями Румянцев нанес государству ущерб в сумме 2 миллиона 700 тысяч рублей. В уголовном деле он фигурировал как физическое лицо, поэтому расследование проводила следственная часть Тверского регионального ОМВД. Сам Румянцев, а мера пресечения к нему не избиралась, себя виновным не считает. Ну, я думаю, суд разберется и посмотрим, что будет. Мне, например, вот этот весь процесс, который проходит, он мне очень самому интересен, понимаете? То есть, если меня, как главу администрации, который вывел буражское поселение в лучшее, ну, который нигде по служебным своим нигде не был замечен, вдруг ни с того ни с сего, вменяет мошенничество в крупном, причем, размере именно на землю, где я живу, понимаете, где я прописан, где я построил дом. Завовский районный суд города Твери согласился с собранными доказательствами. Сергея Румянцева признали виновным в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.